Салют компаньеров! Вы на канале Binge Running Vlog. Это Сергеев Фасад. Забег Сергеев, приобрели лесом. Да, кучно пошло в мае. Посмотрим, что будет за трасса. Пока что ничего не предвещает, но я уже видел сториз. Будет грязно. В некоторых местах, но надеюсь, что не на всей трассе. Значит, это уже слишком. Бежим 15 километров. Сейчас мы на полковой бедишке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я приехал не один, с супругой, сейчас я вам ее покажу. Супруга тоже занята делом, но у нее сегодня не забег, у нее сегодня другое мероприятие. Так, как всегда по традиции приготовления напитка Вилл Пауэр. Сегодня у нас ананас на пол-литра, опа, уже не на пол-литра, а на 400. Теперь посмотрим, пролезет ли в горлышко. Нет, не пролезет. Оп, ну как раз пролил, половину пролил, половину просыпал. Вот такой вот изотоник Вилл Пауэр, можно получить проминутую промокоду, скидка 25%. Просто бегите, наслаждайтесь лесом и смотрите на разметку, пожалуйста. Легких ног, удачи! Все, короткий брифинг. Сейчас будет старт. Берем в конец, начинаем неспешно, заканчиваем еще неспешнее. Три, два, один. Все, побежали. Серьезно? Так, самое главное. Узкая тропинка на старте. Под горочку и вперед, по кругу озера. Ты, это, беги как медиально, руками на шею. Тех расталкивает. Да. Нет, не просто на голуба. Да, да, да. Ну как, красивые улыбра. Вот на такие броды я согласен, но будет хуже. Ну вот, можно еще ребяту снимать, пока сам сейчас не отстал. Плотина. Живописное место такое. Можно вот там побежать. Там, вроде, получше. Ну, подозреваем, на трассе есть считыватели. И поэтому можно пропустить. Можно не сработать. Будет дисквал. Третий километр, наверное, уже пошел. Не знаю. Бежимся вдоль озера. Прекрасно. Раз. Куча огней под ногами. Но он бежит слегко. Пока жести нет никакой. Раската обрагов каких-то. А то, наверное, совсем беговые участки. С музычкой нормально. Я вас обманул. Третий километр только пошел. Привет подписчикам. Привет-привет. Привет-привет. О, у меня это тоже песня есть. Только везде. Вот и броды. Ну, на турсе амазоли, ничего страшного. Такой прям холмистый берег стал. Хороший участок. На третьем, четвертом километрах. Смотрите. О, какого-то кривень. Что это? А, ветка. О, ёп. Ну, вроде все обошлось. Травс очень технический. Куча калек, 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 калек. Говорит, по коленочкам, Татьяна говорил, по коленочкам. Как хорошо быть высоким в эти моменты. Ну, че? Плес вперед, пустите. Улыбаемся, и Маша, глазки снова не завалится. Сейчас я вас буду снимать. Извините, что брызгают. Ничего страшного, а ты уже брызгаешься. О, хорошо. Да. Че огонь. Аккуратно здесь коряга подо мной прямо. Хорошо. Да. Коряга, вот, вот, вот. Здесь тоже еще одна. Девчонки, что там застыли? Знаете, еще сколько всего в середине интересного? Фото-зона. Все фоткаются. Ладно. Все, место живописное, надо бежать. В остатке моста шатается все. И сразу наверх. По корням. О, это все такое. О, не идет, не идет. Да, 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 я сегодня обычно жару, но сегодня по укороченной программе и так вышло 2 килограмма дистанции подойти. 5 километров есть. Мы уже бежим в другую сторону озера. Вперед. Только что промочался следить в лидно десятки, в литерки. Нет, классно, красно. Нам радует. Вроде выглядит отрезок прямой. Смотри, да, отберяет. Виды супер. Озеро вытянете. Очень прямая переговая линия. Бежали сильными номерами? Да, да, трое пробежало уже. Давно? Да вот, буквально, сейчас увидишь, наверное. Все вместе? Нет, один сильно впереди, который первый. Вот так вот спалил все карты. Чувак сейчас на основании этого построит свою стратегию. Решил отметить беговой участок. Но, как вы видите, все хорошее быстро окончается. Вот тут игрушки сейчас будут зацепить у меня прыгать. Я в один мой, я в один мой. Сейчас выйду на хорошую дорогу, и можно будет притопить. Пусть продолжает. Шестой километр. Прошли развилку с десяткой. Пустили, наверное, 5 километров. Через 5 километров вернемся на общий тройк. Хороший такой тягунок. Уже, наверное, метр 800 паше. По пластилину чуть было покруче. Остановился и поехал вниз. Скучать некогда. Ну что, компонирует. Одеваем акваланг. Ну, я тут помолчу. Потому что мы любим Грады. Бухлогеры бегом! Вот, бухлогеры. А кто-то в завязке. Сейчас, по-моему, замечательных друзей. Привет, привет! Бухлогеры и бухлогеры снимаем друг друга, чтобы передать вам эту замечательную красоту. Кто-то сразу в сториз пилит, а кто-то потом 2 недели монтирует. Я старовер. Кто-то строит заборы вокруг хороших дорог. Надеюсь, я дурацкий час окончился. Игорь Бродов мне хватило 2 недели назад. Для кого-то это классно, а для кого-то уже приелось немножко. Очень классно, не с кнопаться регион по саду. Можно просто приезжать и бегать. 8 километров. Больше километров по дистанции позади. Сейчас сухой такой лес. Поднялись повыше с низины. С низины вообще было сплошное болото. Убегаем вот на такую красивую опушку леса. Здесь церковь. Знаете, я постараюсь. Крутая здесь. Можно бежать и наслаждаться. Бегу в ту трассу на Сергиев Посад. Чуть-чуть сказал, на Серпухов. Фишка трассы. Фирменные тягунки, грандиовые. Круки там с такой вот, еле проходимой колеей. Там внизу это вообще жесть. Я думаю, мы уже выбежали. На самую высокую точку нет. Все время в горку. У нас еще 190 метров набора. То есть в хорге припасли горочке на самый конец. Что ж, разумно. Мне такой подход нравится. Ихий, спокойный лес. Осталось меньше 5 километров. Отдаляемся от трассы. Шума не будет. Точно, как боятся птицы. Участок ровный, участок беговой. Обожаю весенние кривы. Никогда не знаешь, что же взял за поворотом. Тут вот опять начинается колея. Какая приятная переправа. Оп-оп-оп. Тут надо аккуратно. Чтобы не разорваться. Я же говорил, будут горчи в конце. Вон она выкарабкается. Потихонечку. Ну и мы сейчас начнем свое восхождение. Хотел бы тут заснять вам. Лиже чуть не провалился по колено. Колея тут от квадрика. Ничего пока не сильно разбитых. Но смотрите как. Порвать нет смысла. Набора еще много. Грязи тоже. Чуть не пробежал мимо. Вот этот вот, как говорят, космический термотозоид. Это метка трека дорога в Лавру. Начинается из Москвы. Порядка 120 километров. Люди ходят пешком. Очень классный маршрут. Некоторые его уже бегали. Одним днем. Я еще пока не настолько кабан. Но в планах, в принципе, у меня есть. Эта тема добежать до Лавры с Москвы. Осталось 600 метров. Бежим с другой стороны озера. Здесь такой менее хвожный ветк. Помните, на Атхвай там растянулся. Вроде отбегал корягу. Но отбегал на ветку. Последние 200 метров. Бегу сейчас горочку. Горочку отсюда. Ага, здесь потище. Финальный брод перед финишем. Только все выше и выше и выше. Интересно, последние длины дистанции. Или еще там глубокую. Но вроде я сегодня бежал бонер. Тащим финишную горочку. Горочку вместе. Ооо. Стоит папки. Давайте. Поздравляем. Спасибо. Два тысячи ровно. Да? Слушай, два десяти. Обед под живую музыку. Итак, компаньер с мое мнение. О дистанции Сергия вторил беги лесом 15 километров. В этот раз, в отличие от зимнего забега, мероприятие проходило на другом конце Сергия посада. То есть, диаметрально противоположные точки были. Также озеро. Где-то процентов 7 из дистанции вокруг этого лесного озера. Потому что оно имеет очень простую форму. С ног рукавом. Большая перековая линия. Было достаточно сложно бежать, потому что много воды в лесу, на берегу, потопленные участки, жижа, фирменные тягунки. Когда бежишь вверх по пластилину, ноги проскальзывают. И даже большой протектор вас не спасет. Трасса достаточно техничная. Много крутых поворотов. Постоянно меняешь направление. Небольшие кочки то вверх, то вниз. А вражики все это дело преодолеваешь. Скучать вообще не приходится. Было большое опасение за участок где-то 2 километра, который прилегал вдоль трассы от серии у посада дальше на Ярославль туда. Оказался он достаточно занятным. Хотя я проходил пару десятков метров от оживленной трассы. Все-таки это был лесной участок, как и вся трасса она. А лесная. Полей практически не было. Разметка отличная. Все видел. Бежал, ни разу не сбился. Знаешь, что-то недовольная разметка. Напишите в комментариях. Но такого не было. В отличие от прошлого раза на финише кормили. Душевно достаточно. Гречка была хорошая, вкусная. Тем более под аккомпанемент. Бела девушка, играла на гитаре. Никакой путности не было с элементами Рогейна. Когда-то тоже прикладывали специально свой чип. Чипы считывались автоматически. Чем-то мне это напомнило. Забег Апрель. Вот такой забег в Зеленограде. Также примерно дистанция. Такая же грязь. Такой же драйв. Достаточно крепкая организация. В этот раз за исключением небольшой очереди при выдаче стартовых пакетов. Стартовые пакеты выдавались только в городке. Я бы добавил указательные номера, на какую дистанцию где выдаются. Потому что было три девушки. Одна выдавала на пять, другая на десять. Третья на пятнадцать. Но люди не понимали. Стояли в одной очереди. Когда девушка, например, я там на пять выдаю. Из очереди уходил приезжающий человек, который это слышал. Остальные это не слышали. Понимали. В принципе, это очень сильно замедляло работу по выдаче номеров. Это, пожалуй, единственное мое пожелание к организаторам. А так все круто, ребята. Большие молодцы. Да, компонент, совсем забыл. Кто хочет затариться из Атоника, был пауэр по выгодной цене. Мотайте на начало ролика. Там промокод скидка 25%. Компонент, это был канал Binge Running Blog. Лайк, подписка, колокольчик. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok